Именно так сейчас проходят футбольные матчи. А вот как было раньше. Как сейчас. И как было раньше. 2020 год отнял многое, в том числе и частичку души футбольного мира, а именно заполненные трибуны. Болельщиков, которые в любую погоду гнали любимую команду вперед. Атмосферу и эмоции, которые царили на стадионах. Но речь сегодня пойдет не просто о болельщиках, а о футбольных хулиганах. Об их жестоком, но не лишенном своей романтики мире. Давайте немного ударимся в историю. Как и сам футбол, истоки около футбольного мира берут свое начало в Британии. Английский футбол столкнулся с футбольными беспорядками еще в 19 веке. Уже в те времена поклонники команд, а иногда и сами игроки, сходили стенка на стенку после окончания игры. Но футбольное хулиганство в том виде, в котором оно существует по сей день, начало зарождаться в Великобритании в конце 50-х годов. Тогда рабочая молодежь с окраин больших городов выбрала для себя наиболее доступное развлечение – футбол. Но постепенно болельщикам стало мало только домашних матчей, и они начали отправляться на гостевые матчи. Вот тогда и начали возникать первые проблемы. Уже к середине 60-х годов трибуны английских стадионов примерно на 70% состояли из болельщиков, причастных к футбольному хулиганству. И каждый второй матч заканчивался потасовкой. Для обычных болельщиков посещение стадиона стало опасным развлечением. Для полиции же это стало острой проблемой. Пресса лишь усугубляла ситуацию, начав печатать на главных страницах статьи о хулиганах, а те, в свою очередь, начали коллекционировать газетные заметки о своих подвигах. Та же ситуация происходила на телевидении, когда помимо самой игры начали демонстрировать и массовые драки с участием болельщиков, что стало драйвером для роста заинтересованных людей в таком образе жизни. Конечно же, такая ситуация требовала вмешательства властей и полиции. Законы, регулирующие правопорядок, были серьезно ужесточены. На самых опасных хулиганов заводились специальные картотеки. В результате таких мер многие из хулиганов оказались за решеткой. Некоторые отделались запретом на посещение футбольных матчей. Одним из эффективных методов борьбы с футбольными хулиганами было внедрение полицейских в фанатскую среду. Они передавали информацию о предполагаемых столкновениях, выявляли лидеров и всячески боролись с футбольным хулиганством изнутри. Сценарий первого фильма в нашей подборке, под названием «Удостоверение», завязан именно на этом. Полиция Британии поручила четверым своим служащим внедриться в группу футбольных хулиганов. Цель – установить личности главарей и тех, кто причастен к футбольным беспорядкам. Полицейские начали с того, что познакомились с членами группы в одном из пабов и решили поехать с ними на выездной матч клуба «Шедвер». Один из полицейских достаточно быстро адаптируется под такой стиль жизни и, несмотря на риск, принимает участие в беспорядках во время очередного выезда. Ему пришлась по вкусу романтика жизни футбольного хулигана, и со временем он начал переходить границы дозволенного. Картина выдержана в чисто английском стиле и имеет свои преимущества по сравнению с другими популярными околофутбольными фильмами. Например, очень грамотно показано изменение личности главного героя, которое происходит на протяжении всего фильма. Также отлично выдержана тема двойных агентов. С одной стороны, полицейский хорошо выполняет свою работу, с другой стороны, он явно увлекается и местами оказывается по ту сторону. И, конечно же, всё это держит в напряжении. Фильм также показывает, что футбольные лихорадки могут быть подвержены все, и даже блюстители порядка. В фильме есть сиквел под названием «Армия Шеддела» с аналогичным сюжетом. Правда, он не сравнится с первой лентой. Но давайте снова вернёмся к истории. В конце 70-х, начале 80-х годов, внутренняя проблема Англии переступила границы и приняла общеевропейский масштаб. Успешная игра английских клубов в еврокубковых турнирах привлекала всё большее количество британцев, желавших посмотреть игру своих земляков на выезде. Постепенно они стали прививать европейцам свой стиль поддержки клуба, включая побоища и погромы, во всех городах, где приходилось играть в их клуб. Волна футбольного фанатизма не обошла стороной и Италию. Между прочим, многие считают, что это именно в Италии изобрели фанатскую субкультуру, а не в Британии, как это принято считать. Она у них зародилась примерно в 60-х годах, то есть примерно в то же время, как и в Британии. Но одно ясно точно. Для итальянцев футбол – национальный вид спорта номер один, а их «Ультрас» славились активной поддержкой своего клуба как внутри страны, так и на европейской арене. На это обратил внимание и итальянский кинематограф, и в 91-м году выходит фильм «Ультра». Картина рассказывает об авторитетном футбольном хулигане итальянского клуба «Рома» по кличке «Принц». Он выходит из тюрьмы и видит, что за время его отсутствия многое поменялось. Его старый друг занял его место и стал главным в его фирме. К тому же еще и гуляет с его девушкой, а у фанатов дела идут крайне неважно. И ко всему этому им предстоит выезд в Турин на матч с Ювентусом, а это гарантирует серьезные беспорядки. Фильм очень неплохой и отлично передает атмосферу тех лет. Но все же об английских фирмах снято гораздо больше фильмов. И далее речь пойдет о фильме «Касс», основанной на реальной истории Касса Пеннанта. Он являлся одним из лидеров знаменитой интерсити-фирмы, футбольной фирмы «Весткам Юнайтен», и был первым хулиганом, отсидевшим относительно большой срок в тюрьме за организацию массовых беспорядков. Но перед этим он прошел не менее жестокий путь. Мать Пеннанта эмигрировала из Ямайки в Англию, когда была беременна. Но через шесть дней после рождения Пеннант был брошен и был помещен в приют. Вскоре он был усыновлен пожилой белой семьей в обеспеченном районе Лондона. Темнокожий ребенок столкнулся с жестоким проявлением расизма на улице и в школе. Кстати, биологическая мать назвала его Кэрол, но такое имя было неслыханным для мальчиков из Англии. И после просмотра боя боксера Кассио Саклея, более известного как Мухаммед Али, Кэрол принял решение прозвать себя Касс. А гнев, который копился в нем годами, вылился наружу, и через борьбу и насилие он стал одним из самых опасных и уважаемых людей Британии. В этом фильме около футбола меньше, чем в предыдущем. Но узнать историю одного из лидеров легендарной фирмы определенно интересно. Срок, который отсидел Касс Пенант, а также ужесточение мер со стороны полиции и властей, заставили многих хулиганов отойти от дел, ну а те, кто остались, стали гораздо бдительнее и мобильнее. Британская полиция настороженно относилась к футбольным фанатам и обычно ориентировалась на характерный для хулиганов внешний вид. Короткие прически, одежда популярных у рабочего класса марок, например, Бен Шерман и Лонсдейл, обувь Доктор Мартинс. Но что больше всего выделяло их, так это следование клубным цветам и символика любимой команды. Дурная слава давала о себе знать, и людей с таким внешним видом переставали пускать в некоторые бабы и бары, опасаясь возможных драк и погромов. А полиция тщательно следила за ними, и чтобы оставаться незамеченными, некоторые хулиганы стали носить менее приметные вещи, в том числе цивильную дизайнерскую одежду. В основном, кэжуал или спортивную одежду дорогих марок, например, Фред Перри, Лакос, Стон Айленд, Бербери, Ральф Лора. Отсутствие в одежде клубных цветов позволяло проникать в скопление болельщиков вражеских команд и беспрепятственно посещать бары и пабы. Так образовалась субкультура кэжуалс. Ну а что касается мобильности и бдительности, то пересечения враждующих группировок стали проходить, как правило, вдали от стадиона, и в большинстве случаев заранее оговаривались. Проводимые акции планировались неделями и просчитывались до каждой детали. Ещё больше проявлялись отвлекающие манёвры и расчётливость. Следующий фильм рассказывает о таких мобильных футбольных хулиганах, одетых в кэжуал и представляющие ту же фирму, что и Кас Пенант, интерсити фирм, но на более современном этапе. Наверное, вы уже догадались, что речь пойдёт о фильме «Хулиган». Думаю, это самый популярный фильм на околофутбольную тематику, который получил достаточно высокие оценки и признания. В самой Великобритании фильм не очень зашёл. Там посчитали, что фильм сильно отдаёт американским драматизмам. Также многим не понравились походки, говор, поведение. В общем, много всего, к чему были придирки. Ведь многие и там не понаслышке знают о парнях с зелёной улицы. Но в России и Америке фильм зашёл на ура. Для многих молодых хулиганов главные герои стали эталоном стиля и поведения. В самом начале фильма нас сразу бросают на поле битвы между фанатами клубов «Вестхэм» и «Тоттенхэм», вызывая непомерный интерес у зрителя с первых минут. Но главного героя среди них не было. Он прибыл в Лондон только на следующий день из Америки. Зовут главного героя Мэтт, и он американец. Его отчислили из Гарварда, из-за того, что сосед по комнате подставил его, спрятав в его вещах наркотики. И тогда Мэтт решил отправиться в Англию к своей старшей сестре Шеннон. Там он знакомится с мужем сестры Стивом и его младшим братом Питом. У Стива были планы отдохнуть вдвоем с Шеннон, поэтому он просит Мэтта сходить с Питом на футбол. Сначала Пит пытался отделаться от Мэтта, но все же согласился взять его с собой. Перед матчем они заходят в ПАП, где Мэтт знакомится с фанатской группировкой «Вестхэма», в которой Пит является лидером. Так он находит новых друзей и открывает для себя мир футбольного фанатизма. У фильма есть вторая и третья части, но по сравнению с первой они очень слабые. Главным конкурентом хулиганов за звание лучшего околофутбольного фильма является фильм «Фанаты». Многим известен как «Фабрика футбола», снятый по книге английского писателя Джона Кинга. Кстати, автор также написал и сценарий к фильму. По мнению многих, фильм гораздо правдивее показывает жизнь футбольных хулиганов по сравнению с предыдущим фильмом и заставляет задуматься об истинных причинах и целях такого фанатизма. Задумывался об этом и главный герой по имени Томми Джонс. По сути, на протяжении всего фильма в его голове возникал вопрос «Зачем я всем этим занимаюсь и стоит ли продолжать?» Местами он отвечал себе на этот вопрос, и эти ответы разлетелись на цитаты. «Что еще делать в субботу? Сидеть в вонючем кресле и дрочить на MTV, а потом стараться избегать взгляда жены и смириться с фактом вашего бесполого брака, а потом идти сливать свои деньги на кебабы, игральные машины и тир? Да ну вас нахуй! Я знаю, чего я хочу делать! Поехать на матч в Тоттенхэм!» Роль Томми Джонса сыграл Дэнни Дайер, который с детства болел за Вестом Юнайтед и не понаслышке знал о фирме. Роль в этом фильме хорошо ему послужила, и он стал этаким своим парнем в околофутбольных кругах, и это позволило ему сняться в документальных фильмах о футбольных хулиганах. Например, в фильмах «Настоящие футбольные фабрики» или во всемирном клубе футбольных хулиганов от Discovery, где ему предстояло посещать разные страны и общаться с реальными хулиганами и лидерами фирмы, а также экспертами в области фанатизма. В отличие от реального мира, в фильме он поддерживал клуб «Челси». Каждые выходные Томми Джонс и его друзья, накачавшись пивом и наркотиками, отправлялись на битву с фанатами конкурирующего клуба. В фильме отлично передана атмосфера таких движений, а саундтреки добавляет к картине еще больше футбольной страсти и энергетики. В 2009 году в Британии вышло еще два фильма достойных внимания «Фирма» и «Ушедшее время». Начнем с фирмы. Режиссера Ника Лава, подаривший нам фабрику футбола, о которой мы говорили ранее. Это ремейк фильма «Фирма», снятого в 1988 году с Гарри Олдманом в главной роли. Но сегодня поговорим о более современной версии. Действие фильма происходит в Лондоне 80-х. В преддверии чемпионата Европы топ-бой одной из лондонских фирм по имени Бэкс хочет объединиться с остальными фирмами для совместной поездки в Германию. И, конечно же, он хочет быть лидером такого альянса. Но с таким раскладом не согласен его главный конкурент из другой фирмы, однако главное действующее лицо здесь – Доминик, молодой парнишка, который хочет заслужить авторитет и для которого Бэкс является кумиром. Кстати, Бэкса сыграл Пол Андерсон, известный многим по роли Артура Шелби в «Острых козырьках». Как и в случае с «Фабрикой футбола», постановка драк, юмор и диалоги тут на очень хорошем уровне. В общем, посмотреть тоже стоит. Теперь же поговорим о фильме «Ушедшее время». Кстати, некоторым этот фильм известен под названием «Футбольные гладиаторы». По сюжету, один из героев, который состоит в фанатской фирме, хочет соскочить и уехать из родного города. Другой же, наоборот, хочет заслужить авторитет и примыкает к фирме. Но фильм несколько отличается от предыдущих, и около футбол тут имеет скорее номинальное значение. Больше внимания тут уделено самой жизни английской молодежи 70-х годов. С его стилем и музыкой – тут и «Ультра Вокс», и «Джой Дивижн», но отдельной отдушиной для молодежи были драки и примыкания к какой-либо субкультуре. Фильм также отлично передает печаль и безысходность, а атмосфера фильма пропитывает насквозь. Драки тут поставлены не так здорово, и местами не хватает реализма. Например, когда молодые люди, даже подростки, без проблем расправляются со взрослыми мужиками. Но все это разбавлено музыкой и выкриками персонажей, что добавляет сценам гармоничность. Поклонникам Англии 70-х определенно зайдет. И закрывает нашу подборку отечественный фильм около футбола. В центре сюжета история фирмы спартаковских хулиганов и четверых друзей, которые являются ее лидерами. Для российского кинематографа атмосфера фильма на удивление передана очень хорошо. Тут и дерби с непримиримыми врагами, и потасовки в различных местах, и проблемы с полицией. А главные герои носят характерные для фанатов бренды одежды. Сразу видно, что создатели хорошо знакомы с околофутбольной тематикой. Да и к тому же роли второго плана играли настоящие представители фанатских фирм. Саундтреками тут тоже основательно заморочились и выдали неплохую подборку. Ну, у картины, конечно же, есть и свои минусы. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие ответа на вопрос, зачем вы деретесь, который ставит перед нами в начале фильма. Также очень поверхностно были раскрыты главные персонажи. Нам быстро дают понять, кто из них чем занимается, но далее персонажи особо не раскрываются. Из-за этого меньше сопереживаешь главным героям. Также в сюжете выделена любовная линия, которая выглядит слегка излишне. В остальном картина получилась весьма неплохой. На этом наш ролик подходит к концу. Пишите в комментах, за какой клуб болеете и как долго. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До скорого!